Я сегодня хочу рассказать про обновление экзамена PMP. 26 марта 2018 года у нас будет обновление экзамена. Тот, кто будет сдавать уже после 26 марта, в принципе, с 26 марта уже будет сдавать новую версию экзамена. Тот, кто успеет до 25 марта 2018 года включительно, тот получит доступ к текущей версии. Логичный вопрос, почему вообще экзамен сам меняется? Экзамен меняется, потому что меняются практики управления проектами, развивается профессия проектного менеджмента, добавляются инструментарии, методики разные, опробованные, встают на службу проектного менеджера, которые себя не подтвердили, уходят из профессии и больше не применяются. В результате всех этих изменений PMI выпустила в сентябре 2017 года, выпустили шестое издание PMBOK. Все эти изменения попали туда, чтобы соответствовать, новый PMBOK соответствовал новым практикам. В принципе, в соответствии с этим, потому что меняется профессия, меняется меняется сама, сам PMBOK, да, PMI обновила, обновила, обновляет свой экзамен. Дальше, что именно поменяется в данном экзамене? Ну, самое главное, нужно понимать, что этот экзамен, PMBOK экзамен, это не на знание PMBOK, хотя PMBOK является основным из источников знаний по данному экзамену. Соответственно, основными изменениями будут это вот приведение процессов, инструментов и методов в соответствии с современными требованиями и обновление лексикона. PMI давно уже начал формировать единый лексикон для своих всех документов, стандартов, экзаменов. Все свои документы и все свои экзамены они к этому лексикону привязывают. Лексикон вы можете найти по адресу PMI.org.lexicon.terms. Вот я его выброшу в приложении к комментариям к лайф-видео. Ну, а там все можно будет найти. Самые такие основные разделы, которые будут изменены, во-первых, добавлен на роль проектного менеджера, вернее, целый раздел по роли проектного менеджера. Какие необходимые ему компетенции, навыки и все остальное. Очень глубоко обсуждается стиль лидерства, личные лидерские качества, ну и так далее. То есть все, что связано с ролью проектного менеджера. Вводится даже такое понятие как, даже не понятие, а такое сравнение проектного менеджера с дирижером. И вводит такая основная роль, роль интегратора, руководителя проекта, руководителя проекта как интегратор в в проекте. Следующий такой большой кусок, что поменяется в соответствии с новым PMBOK и соответствием с новым экзаменом, это были добавлены, вернее, даже не добавлены, переименованы две области знаний. Одна область знаний, которая подверглась переименованию, называется управление расписанием, что, в принципе, отображает суть управления проектом. Раньше оно называлось управлением стоимостью, по-моему, управлением сроками, но, понятное дело, что сроками руководитель проекта никак не управляет, а вот расписанием он как раз может управлять. Второе, поменялось название области знаний человеческие ресурсы поменяли на управление ресурсами вообще и снесли туда из всех остальных областей знаний все, что связано с управлением ресурсами. Дальше. Каждая область знаний в PMBOK добавлена новыми такими разделами. Ну, первое, это ключевые концепции, что там, что конкретно включает вся эта область знаний. Дальше добавлен раздел тенденции и вновь появляющиеся практики, что как раз показывает вот этот перспектив, какие-то новые перспективные подходы к той или иной области знаний. Дальше добавили раздел, так называемые, соображения по адаптации, то есть, что именно должен руководитель проекта сделать, чтобы адаптировать эту область знаний под свой проект. Ну и трендом нового PMBOK, а соответственно и будет трендом нового экзамена, это аджайловские подходы, вернее, это гибкие адаптивные практики. И есть у каждой области знаний соображения добавлены по применению этих гибких адаптивных средств. Далее. Был удален один процесс и добавлен три новых. Значит, добавлен процесс, добавлен один из процессов добавленных, это управление знаниями проекта. То есть, в принципе, мы все понимаем, что самое главное в управлении проектами, глобального управления проектами это накопление и умение воспользоваться, накопление знаний и умение этими знаниями воспользоваться. Все глобальные компании, которые массово занимаются управлением проектами, они в первую очередь организовывают управление знаниями своего проекта. Вот PMI добавляет этот процесс, главным выходом из которого являются извлеченные уроки, то есть, накопление вот этих извлеченных уроков. Второй процесс добавлен, это контроль ресурсов. Поскольку ресурсы все снесли в одну область знаний, то добавили отдельный процесс. Третий процесс добавлен, это осуществление реагирования на риски. Раньше в прошлых PMBOK'ах как-то было так, что мы вроде как планируем управление рисками, планируем мероприятия по реагированию на риски, а потом раз и ничего не происходит, сразу начинаем как-то мониторить, контролировать риски. В новом PMBOK'е добавлен процесс реагирования на риски, то есть, выполнение этих реагирований на риски, что, соответственно, замыкает полностью процесс управления рисками в проекте. И полностью удален процесс закрытия закупок. То есть, завершение проекта у нас остается всего один процесс. Это завершение проекта или фаза проекта. Закрытие закупок удалили, потому что, как правило, в полномочии руководителя проекта не входит само закрытие закупок. Как правило, это отдается каким-то департаментам, которые занимаются непосредственно закрытием и вообще закупками в проекте. Все, что было там, отнесено к контролю закупок или частичная информация, особенно администрирование, коммуникация, документация перенесена в закрытие проекта или фазы проекта. А все, что касается исполнения договоров, закрытия, завершения договоров, все перенесено в контролю. Вот это основное, что будет изменено в самом экзамене. Все основывается на изменениях PMBOK, а изменения PMBOK основываются на изменениях вообще современных подходов к управлению проектами. Вот и PMI меняет таким образом экзамен. Дальше. Что точно не поменяется в экзамене? В экзамене... Экзамен останется сугубо практическим. Если вам хочется сдавать или вы не верите в свои силы еще, и хотите сдавать экзамен только по знаниям, вам нужно идти и сдавать экзамен CEP. Если вы все-таки идете на PMP, то вы знаете. Экзамен практический, огромное количество ситуационных вопросов. Без практики его в принципе... Подготовиться можно, сдать нельзя. Большинство вопросов, вернее, вот эти большинство ситуационных вопросов, это как раз попытка вытащить из вас ваше понимание управления проектами, ваше знание, ваш опыт по управлению проектами. Дальше, что не изменится. Останется тоже количество вопросов. То есть 200 вопросов в течение 4 часов. Длительность экзамена тоже не изменится. Стоимость тоже не изменится. Для членов PMA это будет 455 долларов, для нечленов PMA 555 долларов. Вам также будет требоваться 35 контактных часов обучения по управлению проектами. И ваш опыт в управлении проектами должен составлять 4500 часов, если у вас есть высшее образование, или 7500 часов, если у вас нет высшее образование. Также не изменится формальная процедура подачи заявки в PMA. Так. Ну и, наверное, еще подробнее пару слов расскажу, а что изменилось вообще в PMBOK. Потому что в любом случае для подготовки к этому экзамену будете основным источником сведений, информацией для вас будет все-таки PMBOK. Поэтому, что подробнее изменилось в PMBOK. Во-первых, они сократили количество инструментов, инструментов, методов. Потому что не все из тех инструментов, методов, которые были описаны в PMBOK, не все использовали. Дальше. Добавлено в документ «План управления проектами» добавлено два больших раздела. Или если план управления проектом состоит из других планов, из нескольких документов, то добавлено несколько документов. Первый документ добавлен. Называется «Подход к разработке», который как раз описывает, вам дает возможность описать, какой подход вы будете использовать. Предиктивный, типа waterfall, или адаптивную модель, типа agile. Возможно, гибридные какие-то модели разработки. То есть, в принципе, на откуп команды проекта отдается выбор вот этого подхода к разработке. Второй документ добавляется, называется «Управленческий обзор». То есть он показывает, когда и как руководитель проекта и другие заинтересованные стороны определяют, когда они проверяют, осуществляют такой обзор проекта, чтобы понять, вообще он соответствует ожиданиям или нет, или требуется какие-то внести изменения в проект, чтобы он соответствовал ожиданиям, вплоть до закрытия. То есть добавляется в план управления, подход к разработке и управленческий обзор. И, кстати-таки, это такая очень близкая привязка к agile-овским практикам, которая как раз сейчас вырывает у тех, кто всегда называл, что PMBOK – это не agile. Вот сейчас у них забирают полностью почву, и я не знаю, как они дальше будут говорить, сравнивать PMBOK или agile. Вот сейчас PMBOK, в принципе, равно agile. Хочешь работать по agile, не хочешь работать по waterfall. Все зависит только от твоего проекта и от необходимости работать по agile или waterfall. Дальше. Третье, что глобально изменилось в PMBOK, появилась информация о бизнес-документах, подробная информация о бизнес-кейсе и вообще новый документ, который называется «План управления выгодами». Следующее. Поменялась такая подход, поскольку руководители проекта, как правило, осуществляют мониторинг, создают благоприятные условия для исполнения проекта и ориентируются на управление проектом, а не сосредотачиваются как бы на контроле. Причем контроль не всегда и возможен. То в PMI, в разделе мониторинга и контроля, в группе процессов мониторинга и контроля, очень много всего, что называлось раньше контроль коммуникации, контроль рисков, контроль увлечения заинтересованных сторон, они поменяли на, соответственно, мониторинг коммуникаций, мониторинг управления рисками, вернее, мониторинг рисков и мониторинг увлечения стейкхолдеров. Также вот, поскольку стейкхолдерами редко можно было, особенно высокоурованными стейкхолдерами, редко можно было управлять, то они сменили парадигму от управления стейкхолдерами к управлению вовлечением стейкхолдеров, или к вовлечению стейкхолдеров в паре. Что еще? Еще PMI в новом PMBOK сильно уменьшили количество инструментов по управлению качеством. То есть, в принципе, многие из тех инструментов, которые они там вносили, они оказались не жизнеспособными, то есть не то, чтобы не жизнеспособными, они не применялись в управлении проектами. Соответственно, их поубирали и вообще изменили даже фокус с обеспечением качества, поскольку все-таки обеспечение качества это не работа руководителя проекта, это больше работа исполнителей самих. Переименовали даже целый процесс в управление качеством и изменили такую парадигму. Уменьшили количество инструментов по управлению качеством и переименовали обеспечение в управлении качеством. Дальше, в шестом издании, в шестом PMBOK переведено внимание с управления человеческими ресурсами и вообще с человеческих ресурсов на ресурсы вообще, чтобы охватить все ресурсы в проектах. Но для того, чтобы различать, о каких ресурсах идет речь, добавлено понятие «ресурсы команды», при этом это даже не всегда только человеческий ресурс. Это бывает, что человек, условно, комплект, человек, компьютер и еще что-нибудь. Вот это вот ресурсы команды, которые позволяют управлять проектом. И отдельно выведен термин «материальный ресурс», который используется для отношения к другим ресурсам. Следующим таким куском является в рисках добавили новую стратегию реагирования. Новая стратегия реагирования называется «эскалация». Эта эскалация как раз является продолжением тренда совмещения проектного управления с портфельным управлением, с управлением организацией, с созданием ценностей для организации. То есть вот они добавили, вначале я там рассказывал, что добавили бизнес-документы, описание бизнес-документов. То есть это связь проекта с бизнесом компании. А вот в риски добавили такую область способ стратегии реагирования, как эскалация, с помощью которой можно определить, выходят ли риски, которые нашел руководитель проекта и команда проекта, за содержание проекта. А соответственно, если они выходят за содержание проекта, и сам руководитель проекта никаким образом не может с этим риском справиться, то дает стратегия эскалации на высшие уровни, чтобы как раз направить этот риск на уровень портфеля проекта и на уровень целой организации. Ну и последнее, что так изменилось в PMBOKI, они хорошо подчистили управление закупками. Как я уже сказал выше, да, они убрали целую область, вернее целый процесс завершения закупок. Ну и вообще PMI сделали переход от просто покупок, особенно по американским стандартам, перешли к более широкому международному подходу, поскольку много проектов, многие проекты ведутся уже с использованием специалистов или компаний из разных стран, то есть достаточно много проектов международных. Они ушли от чисто американских подходов к закупкам и взяли направление на международную перспективу. Вот это, наверное, все, что будет в новом экзамене. Я на этом остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, пишите их прямо вот в комментариях к этому Live View. Я надеюсь, Live View сейчас это запишется в Facebook. Подписывайтесь на группу Knowledge Map, там я буду ежедневно выкладывать, не только я, да, мы будем ежедневно выкладывать вопросы PMP на русском и английском языках, уже преобразованы в под шестую версию PMBOK, ну, соответственно, под шестую версию экзамена PMP. Там же я буду делать амонсы следующих Live View, если будет о чем рассказать вам. Также пишите свои вопросы, связанные с PMP или вообще с управлением проектами, вопросы, на которые вы хотите получить ответы на их следующих Live View. Я обязательно на них отвечу. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.